Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау, в рамках своего визита в Южный Кавказ в Ереване встретился с неким по имени Гигам Степанян. Информацию об этой встрече 1 апреля распространили СМИ Армении. И это не первоапрельская шутка. Армянские СМИ называют Гигама Степаняна в кавычках, омбудсменом несуществующего и никогда не существовавшего образования. Теперь становится понятно, почему Збигнев Рау, кавказское турне, начал с Азербайджана. Если в Баку он приехал бы после Еревана, то ему здесь дали бы отворот-поворот. И официальный Баку был бы на 100% прав. Лицемерие. И никак по-другому нельзя назвать действия главы польского внешнеполитического ведомства. В Баку он выражает надежду на участие польских компаний в восстановительных работах в освобожденных территориях. А в Ереване встречается с сепаратистами, которые и разрушили эти территории. Интересно, как себя чувствовал Збигнев Рау, который, находясь в статусе председателя ОБСЕ, встречался с человеком по имени Никто и не имеющим никакого официального статуса? Что должен был еще сделать действующий председатель ОБСЕ, чтобы снизить авторитет организации ниже Плинтуса? А потом в ОБСЕ удивляются и выражают сожаление с тем, что в Баку не хотят видеть их посредником в урегулировании конфликта с Арменией. Глава МИД Польши еще раз доказал, что доверять этой организации не стоит. 30 лет группа, называемая Минской, которая представляла ОБСЕ, не продвинулась в урегулировании конфликта ни на один сантиметр. И в целом, где есть ОБСЕ, там обязательно есть проблема и все заканчивается войной. В Донбассе тоже были наблюдатели от ОБСЕ. И что? Дали дёрл, как только российские войска начали приближаться к границам Украины. Чего добилась ОБСЕ за 8 лет в Украине? Нынешние военные действия в стране показывают, что результат был нулевым, как и в случае армяно-азербайджанского конфликта. И как же был прав и сто раз прав президент Ильхам Алиев, когда намекнул на то, что Минская группа ОБСЕ достиг пенсионного возраста? Збигнев Рау нанес удар не только по авторитету организации, которая временно руководит двухсторонним отношением Польши с Азербайджаном. Теперь правительство Азербайджана должно еще долго думать прежде, чем дать зеленый свет участию польских компаний в восстановительных работах в освобожденных территориях. И пусть спасибо за это, скажут министру Рау. Наверняка в МИД Польши попытаются оправдать факт встречи, так как обычно в таких случаях говорят, что встреча носила неофициальный характер. Однако никакие попытки оправдания не смогут опровергнуть факт. Збигнев Рау в качестве действующего председателя ОБСЕ и в качестве главы МИД Польши поддержал сепаратизм.